В честь 76-й годовщины Великой Победы жители городского округа Люберцы собрались сегодня у мемориала «Вечный огонь». Здесь участники встречи возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания. Памятник войну-освободителю в Люберцах установлен в мае 2010 года, к 65-летию Победы. Он воздвигнут в память о люберчанах, не вернувшихся с полей сражений. В годы войны более 50 тысяч жителей округа ушли на фронт, почти 18 тысяч погибли. 9 мая к Вечному огню приходят сотни горожан и гостей округа, чтобы почтить память тех, кто защищал Родину. Минута молчания. Цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложили глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы, члены партии «Единая Россия» Игорь Каханы и Дмитрий Дениско, ветераны войны, труженики тыла, учащиеся люберецких школ, кадеты. В этом году акция «Бессмертный полк» вновь проходит в формате онлайн. Несмотря на это, некоторые люберчане пришли к Вечному огню с портретами своих героев. Федюнин Алексей Федотович. Совсем молодым мальчишкой он попал в 17 лет на Курскую дугу. Ну, воевал. В 47-м году он приехал в Москву, восстанавливать Москву. Работал шофером. В Москве знает каждую улочку, каждый переулок. А потом уже работал на Панковском ремонтном механическом заводе. Хотел стать летчиком, но у него один глаз был минус единица. Его летчиком не взяли, взяли связистом. Прошел в Ташкенте курсы подготовки на связистов и был переброшен осенью 41-го года в октябре под Москву. Закончил войну в Австрии, в городе Грац. Всех поздравляю с великим праздником. Праздником 9 мая. Это день победы, победы наших прадедов, дедов. Наших бабушек. Праздник бойцов именно тех времен. Григорий Ворванин, Айташ Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.